Значит, вы уже меня знаете, как зовут, да? Игорь Николаевич, фамилия моя Гриненко. Я являюсь первым пресс-фитером церкви евангельских христиан-баптистов, Святая Божья Благодать. 40 километров от Киева наш находится поселок Валыка-Дымерка. Чем оно особенно? Она имеет много интересных исторических страниц, но одна из них, то, что Кока-Колу как раз делают у нас. Это поселок Валыка-Дымерка. Валыка-Дымерка, да. А когда это было особое такое место, куда засылали неблагонадежных людей? То есть каждый третий, каждый четвертый там примерно, если не сам побывал, места столь удаленных, то кто-то из родственников. Поэтому, помилостив Господне, я несу там служение, у нас три пресс-фитера церкви. И поэтому я имею возможность поехать и преподавать, преподавать Слово Божие, передавать это Слово Божие братьям и сестрам. До сентября месяца я отвечал за учебное обучение по всей Украине, Библейской лиги Украины. Но вот уже с осени, с этой сентября месяца, я более основательнее занимаюсь профессорской деятельностью. Я отвечаю за обучение студентов в Макеевской семинарии. Это межконсессиональная семинария. И я преподаю там грамматику греческого языка. У меня был очень хороший преподаватель греческого языка. И в какой-то степени он меня стимулировал к тому, чтобы я полюбил греческий язык. Но я хочу сказать, что у меня был очень хороший преподаватель и по-евриту. Поэтому я люблю рассматривать многие книги, используя тексты Танаха, например, или просто Торы. Поэтому мы сегодня с вами будем рассматривать книгу, которая вызывает очень много споров. И вот посмотрите, как называется наш с вами сегодняшний урок. Первое послание любви. Правда, необычное для книги Иова. Согласны, да? Да, Иова. И это на вас немножечко смутило, да? Потому что я думал, ну как именно действительно передать вот этот смысл той книги, которую мы будем с вами изучать. Ведь мы привыкли, что Иова, человек, который перенес очень много болей, и, наверное, тема страданий является самой главной в книге Иова. Но уникальность книги Иова заключается в том, что она является цельной заключающей, и как бы включающей в себя весь смысл и Ветхого, и Нового Завета. Она включает в себя в миниатюре Библию. И поэтому я назвал первое послание любви. Вообще-то, если мы с вами посмотрим на происхождение Библии, то мы можем сказать, что есть два особых происхождения. Первое происхождение – это самые древние книги, это книги Иова. А второе происхождение, вы знаете, оно было совершено на горе Синай, когда Бог дал закон, а потом, впоследствии, было создано Тора. Поэтому книга Иова, она имеет свою уникальность. И структура этой книги очень интересная, и содержание интересное, и мысли там интересные. И поэтому много и дискуссий вокруг этой книги. Поэтому я хотел бы, чтобы мы с вами взяли во внимание вот такое необычное название – первое послание любви. Я бы еще добавил первое послание любви отца к своему сыну. Это, наверное, еще более впечатляет. Хорошо, давайте мы посмотрим, что же мы сегодня будем с вами рассматривать. Мы с вами поговорим об авторстве. Ну, конечно, многое мы не будем рассматривать, разных доказательств того, кто является автором этой книги. Но все же нам нужно посмотреть и обратить внимание на это. Мы посмотрим с вами на структуру книги, потому что структура книги показывает, что у нас есть три книги в одной книге. И также мы затронем тему характера книги. Итак, мы поговорим с вами об авторстве. Мы поговорим с вами о той структуре и почему именно такая структура была усмотрена нашим Господом. и конкретно мы рассмотрим с вами общий обзор, делаем трех книг, книги. И, наконец, увидим характер книги. И тогда, наверное, нам станет более яснее, почему же это называется первое послание любви. Итак, мы говорим сейчас с вами об авторстве. Как вы думаете, кто является автором этой книги? Кто является автором? Хорошо, пожалуйста. Кто еще хочет? Итак, Иов. Да, я согласен, Иов. Но вообще-то кто является автором? Да, Бог. Вы помните, это первое послание любви. И вообще-то я советую вам всегда начинать изучение Библии с того, что автором является Бог. И под руководством Святого Духа, да, уже потом люди писали или, возможно, составляли уже записанные записи или редактировали. Поэтому всегда мы смотрим с того, что это не просто книга, написанная людьми. Потому что если мы с вами будем говорить, что книга Иова является человеческим изобретением, он написал Иов, тогда у нас возникает много вопросов, и мы тогда можем попасть с вами в ловушку либерализма. Потому что мы тогда будем говорить о том, что книга Иова – это позднее произведение. Не раннее, а позднее. Что оно где-то писалось, ну, во времена, может быть, Соломона или позже. Но я вам хочу сказать, что эта книга писалась где-то во времена Авраама. Может быть, чуть-чуть раньше, может быть, чуть-чуть позже. Сложно сказать. Сами слова, которые используются в этой книге, иногда их нельзя перевести. Вот нельзя их перевести. Мы будем эти слова рассматривать впоследствии. Поэтому книга очень уникальная. Уникальная в том, что человек, который жил в земле Уц, мы не знаем, где эта земля. Нам сложно ее сказать. И даже были такие домыслы и представления, что земля Уц – это земля Узбекистан. И даже говорят, что вроде в Самарканде находится гробница Иова, стущаяся мусульманам. Я не знаю. Я не был в Самарканде. Но дело в том, что такая есть позиция. Что она была сначала написана на древне, на древне узбекском языке, а потом ее уже отредактировали на иврит. Мы не знаем, действительно ли это так. Поэтому это только гипотеза. Это только один из таких намеков. Потому что в самой книге есть упоминание, которое не касается Узбекистана сегодняшнего. Не касается вообще. Но Израилю тоже очень сложно подвести. Там есть описание таких животных, которых в Израиле нет. Поэтому книга удивительна даже в том отношении, что мы не знаем, где действительно жил автор, мы назовем, во второй станции, Ио. Пожалуйста. Итак, как же представляется в книге главный герой? И он же тот же самый автор. Видите, это имя переводится как враждующий. Вот такое название. Вот и имя, оно отражает, что как бы вызывающий, вызывающий Бога на дуэль. И вы представляете, если мы знаем с вами, что это первое послание любви отца к сыну, то каким Ио предстает сразу же, если мы знаем самый смысл этого слова? Каким предстает? ребенком, да? Ребенком, который хочет что-то доказать. Он что-то хочет сказать. Причем и не со зла. Запомните, в книге Ио предстает не как злой, враждующий элемент. Вы помните, кто там предстает как враг Божий и враг Ио Сатана. И если бы, например, Ио был бы противником Бога, то тогда бы Сатана был, не сильно бы влиял бы и разрушал бы жизнь самого Ио. И так, пожалуйста, перепишите небольшое такое объяснение, что книга Иоа является не просто книгой, которая писалась о ком-то, а это книга, которую писал сам Ио. Поэтому давайте мы назовем это еще личным свидетельством. Вы согласны? Но в этом личном свидетельстве есть нечто особенное. И вот тут я не знаю, как это свидетельство получил Ио. Я не знаю. Ведь помните, как начинается книга? описывается просто о человеке, на которого обратил Бог и на которого обратил Сатана. И потом идет разговор на небе. Знает ли об этом разговоре Ио? Не знает. Он не знает об этом разговоре. А нам известно, правда? И мы с вами похожи на людей, которые перед тем, как началось представление, пришли на пресс-конференцию, где рассказывается об этой пьесе, об этом произведении, где рассказывает автор свою задумку. Пьеса еще не началась. разговора об Иове еще не состоялась. И вообще вся история, которая дальше развивается и как Бог работает в жизни Иова еще не не совершилась. Но нам Дух Святой открывает, правда? Вот почему мы еще можем подтвердить, что это книга Духа Святого, потому что Дух Святой присутствовал на разговоре, когда Бог разговаривал сатаной. И нам легко теперь смотреть, какая же линия идет в этой книге. Мы знаем теперь, на что нужно обратить внимание, согласны? Давайте мы сейчас вспомним, каковы причины нападения сатаны на Иова. Каковы причины? Да, что сатана обвиняет Бога. Обвиняет Бога, что просто Бог манипулирует. Господь Бог манипулирует своими любимцами и давая им добро, побуждает их к любви. Прямо словами, сатана заявляет Бог, а ты хитрец, ты нечестен. и поэтому Иов является свидетелем проявления божественной любви. Божественной любви. Теперь нам немножечко становится понятно, почему он проходит страдания. Не потому, что у него отрицательное мышление. Не потому, что он грешник. Ведь мы можем прекрасно определить для себя, что Иов был человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Разве может быть лучшая характеристика? Иов был избран открыть божественную любовь и принять любовь от Отца. Принять как истинный Сын. Почему он вначале не мог этого сделать? Как вы думаете, почему вначале он не мог этого сделать? Он еще не знал настолько Бога. Хотя он терпеливо вынес и сказал, что я не сделаю никакого зла Богу, его имя не похулю. Господь дал, Господь взял, да будь благословен на имя его. Он смотрит на Бога с позиции как слуга по отношению к Господину. Но мы можем оправдать его. Правда, можем оправдать. Тогда не было еще полноте этого откровения, которое мы сегодня с вами имеем. Тогда не было записанных откровений Божьих. и Ио было очень сложно в мире, в котором он жил, правильно ориентироваться. мы в дальнейшем увидим еще одну причину, почему Ио должен был пройти этот путь переживания и проживания божественной любви. Поэтому, когда мы говорим с вами о враждующем, мы не говорим с вами как противящийся. Я хотел, чтобы вы обратили внимание. Ио он враждует с собой, а не с Богом. Запомните это. Ио борется с собой. Он не борется с Богом. Сатана борется с Богом. Сатана хочет унизить и оскорбить Бога, но не Ио. Поэтому, эта книга имеет как бы два полюса. Когда мы говорим о книге Ио, мы говорим с вами о человеке по имени Ио, который он не является врагом Бога, он является праведным, благочестивым, удаляющимся от зла. И он хочет разобраться в самом себе, что же он неправильно делает. Его борьба против себя это значит вникнуть в себя, понять самого себя. Но вот другой есть, который, мы можем назвать кавычках Ио, это сатана, тот, который враждует, который зло делает, который захотел забрать все у Ио, забрать детей, и который использовал потом и жену, и друзей, чтобы сделать, во-первых, зло Ио, и, конечно же, Богу. Я думаю, теперь нам немножечко становится ясно, что на фоне вот таких вот проявлений, таких сильных потрясений, когда еще занавес не открылся, когда еще представление не началось, когда еще трагическая пьеса не началась, мы уже с вами знаем, на что обращать внимание. Мы уже с вами знаем, что в центре всего будет не просто Ио, а Ио, который будет свидетельствовать о Божьей любви, который будет учиться принимать Божью любовь. И это будет первым посланием, он будет первопроходцем. Я вспоминаю один отрывок из послания Якова, когда его переведешь более дословно, хотя это очень сложно сделать, из первой главы, там есть вот такое объяснение. Ты думаешь, что тебя постигла тьма? Нет, это не тьма, это свет, и не просто свет, это обилие света. Почему же ты этого не понимаешь? Только потому, что ты не понимаешь дара Божьего, что он ведет тебя к зрелости, потому, что Бог не меняется, но он просто ты должен меняться и стать первопроходцем, за которым пойдут другие люди. Всякое даяние доброе и дар совершенный исходит от Отца святов, у которого нет тени перемены. Восхотел он родил на словом истины, дабы были мы некоторым начатком его творения. Вот таким русским текстом перевелись на дальнем переводе это очень сильно яркое произведение. Да, эта цитата это уже произведение. И я хочу сказать, что она как раз отражает смысл того, что написано в книге Иова. Вы помните как раз послание Иакова там также говорится о Иове. Вы помните, что мы должны брать пример благотерпения Иова? Поэтому долготерпение здесь это не состояние, когда образно мы взяли в руки горящий металл и теперь только вопрос когда мы его бросим? Сколько мы его выдержим? Здесь не о таком идет речь долготерпения. Здесь терпение направлено совсем на другое. Не на себя. Оно направлено на Бога. здесь терпение направлено на Бога. Потому что как долго Господь будет действовать в том ключе, в котором Он действует. Пожалуйста, дальше. мы говорили с вами немножечко об авторстве. И когда я читаю эту книгу, я невольно замечаю, что эта книга является действительно автобиографичной, вне элемента личного свидетельства. Очень много деталей. Очень много деталей. Если бы это писалось по словам кого-то, то я хочу сказать, что наверное таких деталей не было бы. Но как понимать то, что мы говорим с вами, происходит на небе. как же понимать это? Некоторые говорят, что Иов это уже другое имя, которое было изменено, а вообще-то имя его Иов. говорят, что был такой человек и он был благочестивым, он был богобоязненным, справедливым, и о нем известно не только христианам и иудеям, оно известно также и арабам. но имя Иов оно вспоминается у некоторых комментаторов только когда они рассматривают в иврите записанный текст. Хотя в иврите звучит Иов, Иов, как бы так, длинное И. Но считают, что он был Иовом. И Иов тоже можно по-разному переводить. Я думал, как точнее его перевести. Потому что в Иове заключена идея Яхве. Там идет речь об Яхве в этом слове. Там говорится об отце. И еще одно связующее. И вот я его не могу никак перевести. Но у меня появилась интересная идея. И я думаю, это будет очень интересная мысль. От Иеговы, от Господа, от сущего кому? К Отцу. Перемещение. мы передвигаемся от Яхвы, от Господа к Отцу. Мы раскрываем Господа не как просто Творца и Владыку, а как Отца. Да, Он является Отцом Ангелов, если мы можем сказать, что Сыны Божьи пришли пред Господа, то Он является Творцом или Отцом, грубо выражаясь, Ангелов. Но Он является Отцом людей. Но более того, Он является еще Отцом Иова. И не только Иова, Его друзей, Его детей, Его родственников. И Он является также и нашим Отцом. Разве это не прекрасно? Поэтому, возможно, мы с вами можем и принять и такую версию. По крайней мере, она мне нравится. А вам? Тоже нравится, правда? Это лучше, чем враждуете, правда? Лучше от Яговы к Отцу. Лучше от общего к личному, конкретному. Отношениям. Меняются отношения. Если мы с вами рассматривали, например, Берешит, книгу, это книга Бытие, то мы с вами обратили внимание, что одно из проблем Адама заключалось в том, что он не понял, что Бог захотел быть его Отцом. Он дал ему имя Адам, Адам. А к сожалению, первый человек посчитал, что это просто из красной глины сделано. То есть, красный. И не больше. Он видел себя слугой, но не видел себя сыном. И он никак не мог присвоить себе имя Адам. Вот когда у вас будет желание, возможность перечитать в еврите начало книги Бытие, вы увидите, что там Адам стоит без артикля. Имя. Адам идет без артикля. То есть, оно идет как значение, просто определение чего-то. Хотя Бог обращается к нему по имени, то есть, с артиклем. Адам этого не понимает. И уже позже, когда произошла страшная трагедия в доме, когда один сын убил другого сына, то есть, брата своего, Каин убил Авеля, после того, когда родился уже еще один сын, когда уже Хава, то есть, Ева назвала этого сына того, который замену Авеля, которого убил Каин, только тогда Адам начинает понимать божественный путь, путь имени. Имя, оно является частицей Божьей, или точнее, Божьей искрой в человеке. Животное не имеет имя, оно имеет кличку. Оно связано с поведением. Вы помните, первый человек давал имена животным, и мы можем сказать, согласно того, что он просто наблюдал за ними. Но когда Бог сотворил первого человека, Он дал прекрасное имя, Адам. Я думаю, что в этом имени заключается не просто только что сделанное из красной глины или происхождение его, там что-то более глубже. Просто мы не знаем, может быть, этой аббревиатуры более глубокой, тайной, которую, может быть, многие следователи собираются исследовать и понять, но это очень сложно. но проблема падения заключается в том, что Адам не посчитал себя сыном. Он не захотел принять Господа к своим отцам, а ведь отец дул у него дыхание свое. Это же элемент передачи от себя, частичка своего, а вместе с ним приходит имя. Поэтому когда мы с вами рассматриваем книгу Иова, то имя имеет свое значение. Вот почему на это я обращаю внимание. Я обращаю внимание не на личность. Личность это уже производная от имени. Личность определяет характер. Личность в какой-то степени определяет будущность. Но имя заключает в себе соединение с Богом. Объединение с Богом. Итак, мы можем с вами читая об Иове узнать, где он, например, жил. Мы уже знаем, что его зовут Иов или Иав. Жил он на земле Уц. Где она? Сложно сказать. Мы знаем, какое у него было семейное положение. Он был многодетным отцом. У него была прекрасная семья. У него было семь сыновей и три дочери. И он был богатым человеком. Сказано, что имение у него было семь тысяч мелкого скота, три тысяч верблюда, пятьсот порвалов и пятьсот ослиц и весьма много прислуги. И был человек знаменитый всех сынов Востока. Обратите внимание, он был знаменитый всех сынов Востока. Если, например, Иов жил позже Авраама, тогда получается, он был знаменитый Авраама. Но я думаю, что он жил немножечко раньше Авраама. Я думаю, что тогда еще Авраама не было. Но он был знаменитый. А я хочу задать вопрос, а чем он был знаменитый? Как вы думаете? Потому что он был такой богатый? Или потому что такой был многодетный папа? Почему? Почему он был знаменитый? я думаю, он был знаменитым мудростью? Он был мудрецом. Он был умным человеком. Человек, который прожил жизнь. Да, когда мы читаем книгу, мы знаем, что он был очень человеком щедрым. Он служил людям. Он делился с другими. Он отличался от других своей добродетели, своей милосердией. невзирая на свое положение, невзирая на то, что он был шейхом в современном значении, Ио был готов с простым человеком неотерпением. И поэтому он был сильным контрастом. Он был вызовом к тому времени, в том обществе. О нем говорили, потому что он был, грубо выражаясь, белой вороной среди черных. Но самое главное, мы знаем, что он был человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Четыре вот эти важные характеристики, они взаимосвязаны между собой. Мы будем с вами рассматривать идею непорочности. Мы будем рассматривать это слово, ее смысл. Поэтому я сейчас не хочу на него обращать особое внимание, но это слово очень много похоже сегодня на значение рождения свыше. Да, непорочность. Да. Когда мы приходим из мира, Божье объятие, объятие Отца, когда Он рождает над словом истины и Дух Святой поселяется в нас, то что происходит с нами, которые были раньше порочными? Мы погружаемся в Иисуса Христа, в непорочного, и мы становимся непорочными. Бог смотрит теперь на нас через Иисуса Христа. Но одно дело быть непорочным, а другое дело еще быть справедливым, а третье богобоязненным, а четвертым удаляющимся от зла. Поэтому находясь в Иисусе Христе, можем сказать, что очень важно быть справедливым, три словами праведным, праведным, и на все смотреть глазами Бога, иметь страх Божий, то есть уметь давать отчеты, быть ответственным, и, конечно же, удаляться от зла. То есть мы видим здесь для себя программу, правда, мы видим здесь программу, которая была целью самого Иова. Поэтому Иов для нас становится очень близким, очень близким, не потому, что он был известнейший, а потому, что его жизнь для нас является примерами подражания. Наше христианство начинается с непорочности, оно должно развиваться в справедливости, оно должно проявляться в богобоязненности, и мы должны удаляться от зла. Не любить мира и того, что в мире, что пухотлоте, пухотечей и гордость житейская. Скажите, пожалуйста, вот какие мысли у вас появляются, когда вы думаете о Иове, который является непорочной, справедливой, бообоязненной и удаляющейся от зла. Пожалуйста, какие мысли? Хороший христианин. Да. Или мы скажем, может быть, начинающий христианин. Хороший человек и начинающий христианин, да? А может быть, не начинающий. Знаете, есть несколько духовных возрастов. Это духовные младенцы, которым нужно возлюбить чистое словесное молоко, дабы возрасти во спасение. Есть духовные дети, которым прощены грехи ради имени его, ради имени Господа и Существа Христа. есть духовные отроки, которые нуждаются в духовных наставниках. Есть духовные юноши, которые, Слово Божие, пребывают, и они победили лукавого. Есть отцы, которые познали безначально, сущего, от начала. Они учатся познавать Божественную любовь сущего. Младенцы, дети, отроки, юноши и отцы. Да, это первое послание Иоанна, да, вторая глава. Совершенно верно. Конечно, если мы с вами рассматривали книгу в Псалтыре, мы увидели там тоже четыре таких уровня, четыре откровения, четыре таких и они тоже говорят о богобоязненности, они говорят о том, что нужно удаляться от зла. Там рассматривается вопрос справедливости и, конечно же, звучит тема непорочности. Как юноши соблюдать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему. Сердце сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобой. Это является как бы центром, серединой псалтыря. Поэма о силе, власти и красоте слова Божьего. Пожалуйста, дальше. я хотел бы сейчас вам задать вопрос. Есть ли среди нас такие, которые бы сказали, что книга Иова это аллегория, что это просто хорошая иллюстрация, это хорошая притча, или все-таки это было реальное событие с реальным человеком и все, что здесь не прибавлено, не отнято. Как вы считаете? Во что вы верите? В реальность. Потому что мы с вами фундаменталисты. Да, мы фундаменталисты. Мы люди, которые верим, что если сказано, что был человек и сказано, что в нем есть имя, то это уже не просто история. Это действительно факт. И нам как бы позволили посмотреть страничку из книги жизни, где записаны имена всех праведников и святых. Когда, например, мы читаем с вами о притче, то, как правило, в притче Иисуса Христа или других притчах идет речь о событиях, которые, может быть, совершались или не совершались. Но если там упоминаются имена, то тогда это не просто притча. Например, некоторые говорят, что притча о богаче и Лазаре это повествование, которое просто выдумано. Или может быть, все-таки это истина. Как вы думаете? А почему? Ведь имени богача там нет. Но есть имя Лазаря, совершенно верно. Да, совершенно верно. А богач предстает, как тот, который не жил. Поэтому имени не имеют. Я прекрасно понимаю, что живые люди имеют имена. Живые для бога имеют имена. А какое мы с вами имеем имя от бога? Знаем ли мы? Дети божьи. Да, божьи. Это самое прекрасное имя. В первом послании Иоанна 3 главе в первом стихе написано смотрите какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Смотрите какую любовь дал нам Отец. Не знаю как вы, но для меня большего имени и откровения Бога как Отца нет. В этом откровении заключается все остальное. Я не исключаю очень тайное имя Яхва или Ягва или Яхва или еще как-то по-другому называют ну Сосновой Хава жить. Я не исключаю но очень близким родным является вот такое имя. Даже не соотношение жена супруг а вот именно Отец и Сын это самое близкое и это не просто наша характеристика нового творения это вот та частичка возродил нас словом истины а те которые приняли вот если Иисуса Христа весь о нем приняли Евангелие приняли да которые не от хотения плоти не от хотения мужа но от Бога родились и поэтому мы получаем новое имя детей Божьих невозможно быть чадом Божьим без рождения свыше но я им хочу сказать и невозможно быть одиноким чадом у Отца Небесного потому что молитва Отче наш она говорит о чем Отче наш это как бы большая семья собралась вместе перед отцом и на коленях и обнимает его и их он гладит это большущая семья детей и к сожалению Ио был одинок а знаете почему был одинок потому что его друзья были одинокими а что в конце происходит этой книги семья восстанавливается они приходят и просят прощения и Ио совершает жертвоприношение семья восстанавливается начинается новое взаимоотношение между его друзьями но я думаю и дети которых Бог дал Ио они тоже потом как бы присоединяются к этой Божьей семье поэтому для меня книга Ио это еще книга воссоединения детей потому что с одной стороны здесь разделение детей разделение по сотворению сыны Божьи разделились и среди них был сатана но среди людей которые вначале были разъединены появляется объединение объединение детей Божьих теперь вы понимаете почему я дал название этой книги первое послание любви отца к своему сыну или к сыновьям давайте сделаем перерыв субтитры